Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел не совсем библейский вопрос, скорее такой житейский. Общаемся онлайн на сайте знакомств уже два месяца. Не звонит, на свидание не зовет. Продолжать общение или уже прекратить? Премудрый Соломон говорит, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Колье из топазов и жемчугов. А вдруг за тем аккаунтом сидит совсем не парень, а твоя подружка, которая решила над тобой так подшутить. Или просто парень, который кешит свое самолюбие. Ну, кого я сейчас зарегистрируюсь под этим ником, под этим ником, под этим. И буду общаться с девушками разными. Может быть, кто-то в меня влюбится, а я буду чувствовать себя таким себе, виртуальным мачо. А может, там реальный парень, которому сложно сделать не то, что в реальной жизни первый шаг. Ведь не зря же он сидит в онлайн-знакомствах. А даже в виртуальной жизни. Если ситуация ваша не такая, как в первом случае, а в реале человек, может быть, даже пообщались с ним онлайн, по видеосвязи, сделайте же сами первый шаг. Скажи, слушай, ну вот, ты любишь такого режиссера. Вроде новый фильм вышел. Пошли, сходим. Или давай, приезжают мощи, привозят с того Николая в наш храм. Поехали вместе, постоим, помолимся, приложимся. Ну, не грех девушке, уж тем более, познакомившуюся в онлайн с парнем, сделать первый шаг. Ну, еще раз повторюсь, что если парень ищет девушку в онлайне, то он, наверное, очень скромный, стеснительный, или сильно занятый, или просто там затюканный, забитый, не знаю. Сейчас многие возмучатся, кто крепкий, сильный, и совсем не затюканный, не забитый, но в онлайне тоже сидит и знакомится на сайтах знакомств православных. Но бывает такое, чаще всего. Я проецирую ситуацию наиболее популярную, и чаще всего повторяющуюся. Ну, тяжело сделать первый шаг. Сделайте сама, а там уже присматривайтесь. В два месяца-то вообще ничего, на самом деле. Да такой небольшой срок, чтобы вообще делать какие-то далеко идущие выводы. Сделайте первый шаг самостоятельно. Ну, а с другой стороны, подумайте. Вот вы пишете, не звонит, не зовет на свидание. Ну, может быть, тяжело заинтересовать собой человека, который видит тебя только на картинке, который переписывается с тобой только в интернете. Не слышно интонации, не видно вас, нет ваших глаз. Тяжело влюбиться по переписке. По переписке можно разве только что понять, что у вас есть какой-то общий круг интересов, общее мировоззрение. Вас может порадовать в этом молодом человеке, допустим, провозглашаемое чувство ответственности, любовь к детям, трудолюбие или хорошее образование. Но все равно с человеком надо встречаться, надо видеться. И не раз, и не два, и не три, и не пять. Естественно, все эти встречи должны быть целомудренными, аккуратными. И ты скажешь, так, я думаю за тебя выйти замуж, но хочу к тебе присмотреться. Да он убежит просто. Это должны быть отношения на некотором расстоянии, хоть и достаточно там теплыми. Пожалуй, все, что могу сказать на этот счет. Может быть, у вас есть свой опыт, знакомство в интернете, на сайтах знакомств. Я знаю нескольких батюшек, которые познакомились со своими матушками в интернете. Но не просто на сайте знакомств, а, допустим, на страничке какого-то храма, которому нужны были волонтеры, которые должны были в какой-то определенный момент зарегистрироваться и прийти уже в офлайн, и помочь настоятелю этого храма в каком-нибудь проекте. И, познакомившись в комментариях, пообщавшись в сообщениях личных, буквально на следующий день повидались уже и вживую. То есть таких случаев очень много, и среди православных, и неправославных семей. Здесь я проблем как бы действительно не вижу. Все больше и больше заключается браков, которые своим началом имели переписку в интернете. Но вот сайты знакомств тут 50 на 50. Я когда-то делал опрос у себя в Инстаграме насчет подобных встреч и знакомств. Половина сильно обожглась, а половина чуть ли там семи не создали, многие и создали. Поэтому я не скажу, что это абсолютное зло, но и не скажу, что это прямо православные сайты знакомств, это панацея и гарантия того, что ты найдешь себе адекватного мужа. Но вообще, если у парня есть время еще сидеть в соцсетях и на сайтах знакомств, а учиться кто будет, а зарабатывать? Ну, понятное дело, если ты там целый день сидишь, это вызывает подозрение. Если там какой-то часик, полтора в сутки, ну ладно, простительно. В общем, храни здравомыслие и рассудительность. Будет оно украшением для жизни вашей. Первый шаг сделать не зазорно, но делать ли второй, покажет ваша первая встреча. Помоги вам, Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok